а саламу алейкум казахстан мы реанимируем проект казахстан сегодня к сожалению первым инфоповодом стала новость о лишении лицензии одного из старейших вузов казахстана казахстанская академия транспорта и коммуникации к зтк в мое время этот университет назывался алиит что-то в этом роде но не суть важна кто же пытается лишить лицензии этот это высшее учебное заведение но только тот орган кто имеет на это право а это министерство образования и науки республики казахстан что характерно друзья за 30 лет независимости нашей республики на посту министра министерство образования и науки сменилось около 13 человек ну я думаю как минимум а за эти же 30 лет посчитать специалистов которые вышли из казахстанской академии транспорта и коммуникации я думаю тоже считать не стоит огромное количество что будет сейчас когда ее лишат этой лицензии куда денутся преподаватели профессоры доценты что будет с нашими железно железными дорогами коммуникациями логистикой большой большой вопрос конечно же ломать не строить друзья сейчас вашему вниманию будет представлен видеоролик с более подробной информацией от наших корреспондентов все внимание на экран на минувшей неделе казахстанское министерство образования и науки в очередной раз сделала холостой выстрел доказав что является самым слабым звеном правительстве страны системные провалы в структуре дошкольного и среднего образования невразумительная учебная программа и полный провал дистанционного обучения в эпоху карантина показали ведомству нужны глобальные реформы иначе страна в будущем рискует потерять не одно а несколько поколений пытаясь хоть как-то показать видимость своей деятельности министерство попробовала пойти в атаку и совершила более кощунственный шаг посигнув на казахскую академию транспорт и коммуникации попытавшись лишить ее генеральной лицензии старейший вуз страны с 90-летней истории являющийся одним из градообразующих университетов системе высшего образования на протяжении нескольких десятков лет снабжал кадрами высокой квалификации одну из самых ключевых отраслей экономики железную дорогу обвинения и предложенные решения чиновников высшей исполнительной власти вызывает как минимум недоумение новость о лишении образовательной лицензии казахской академии транспорта и коммуникации обескуражила всю общественность страны и в частности представителей железнодорожной отрасли что удивляет больше всего так это то что действие генеральной лицензии предписано прекратить в течение 10 дней это значит что большая лодка под названием высшее образование проплывет мимо 6000 студентов опута подбросив работу мвд ведь не факт что ребята не примкнут в ряды преступных ячеек тем самым увеличив в городе криминогенную обстановку а около тысячи сотрудников академии в числе которых профессора доценты и кандидаты и доктора наук останутся на улице и пополнят армию безработных страшное в данной ситуации то что создаваемая по крупицам на протяжении множества десятилетий материально-техническая база направленная на подготовку кадров для важнейшей отрасли экономики индустрии нашего государства превратится в руины или будет заменена на торгово-развлекательный центр когда уполномоченный орган в лице министерства образования и науки вместо практической и всесторонней помощи учебным заведениям применяет сразу категоричные методы и лишает права на дальнейшую деятельность несомненно вузы чьи критерии далеки от требований монрк должны быть наказаны а кое-какие лавочки и вовсе закрыты но мы сейчас говорим с вами о к зтк вузе с многолетней богатой истории собственной инфраструктурной базой и опытным профессорско-преподавательским составом железная дорога это ключевая отрасль любой экономики мира и мы просто обязаны соответствовать велению времени и максимально развивать это направление комитет по обеспечению качества сферы образования и науки министерства принял такое решение основываясь на бюрократических принципах что больше всего удивило в этой истории это то что они сослались в своем заявлении на национальную палату предпринимателя томикен которая в свою очередь официально опровергает данные министерства об этом к примеру в прямом эфире на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления палаты олжас ордобаев а в посте на своей странице в фейсбуке по сути уличил мин образование в клевете по словам ордобаева в рейтинге нацпалаты указады к совсем другие показатели 6 специальности вуза соответствует ожиданиям работодателей 7 требует доработок одна не соответствует откуда взялись 60 процентов пресс-релизе министерства большая загадка зампреда тамикена привел совсем другую цифру работу после окончания академии находит 75 процентов выпускников по мнению ордобаева вуз закрывать нельзя поскольку готовить специалистов в сфере транспорта просто никому в этой линейке прослеживается либо непрофессионализм сотрудников главного образовательного ведомства страны либо точка зрения который в материале авторитетного издания таймки z высказал знаменитый журналист михаил казачков по его мнению публичный наезд к за так а это не что иное как попытка прикрыть провалы работы министерства образования ведь ни для кого не секрет что именно они один из главных критикуемых госорганов в последние годы а вот если об этой всей истории узнает ельбаса и глава государства вряд ли чиновникам от министерства образования удастся внятно аргументировать столь неразумные и одиозные решения железнодорожники страны бьют тревогу тем что один из престижнейших вузов на грани исчезновения и призывает всех нас в этом поддержать на сегодняшний день именно выпускники казахской академии транспорта и коммуникации в большинстве своем обеспечивают всю жизнедеятельность железнодорожной отрасли а это целое направление которое включает в себя вокзалы депо железнодорожные пути и сообщения систему организации перевозок обслуживание данной инфраструктуры закрытие профильного вуза может просто привести к раху национальной экономики вот так вот друзья в любом случае мы держим руку на пульсе ситуации который происходит в отношениях между министерством образования и культуры республики казахстан а также казахстанской академии транспорта и коммуникации чем все это закончится я в любом случае вам расскажу на этом у нас все обязательно подписывайтесь наш канал оставляйте ваши комментарии давайте пообщаемся что вы об этом всем думаете с вами был сула всем пока салам алейкум